Если вы установили на свое Android устройство Clockwork Mode Recovery, например последовав инструкциям в одном из видео на моем канале, то скорее всего теперь гадаете, а как же обновить прошивку? К сожалению, как и большинство современного софта, Clockwork Mode не имеет вменяемой документации, и информацию надо собирать по крупицам, часами ползая по форумам. В общем для начала качаем полный апдейт прошивки с сайта производителя. Я буду все показывать на примере планшета от Asus, но на любом другом устройстве действия будут идентичны. Скачав апдейт, распаковываем zip-архив, где будет еще один zip-архив. Его распаковывать не надо, а надо переписать на карту памяти и для удобства переименовать в update.zip. После чего вставить карту памяти в ваш девайс. Теперь важный момент. Для сохранения root качаем из Google Play программу под названием voodoo auto rootkeeper. Это еще одна утилита без толковой инструкции. Ваша задача сохранить с ее помощью копию SuperUser. Дальше выключаем устройство, а для включения зажимаем одновременно кнопку питания и уменьшение громкости. В появившемся меню с помощью кнопки питания выбираем иконку RCK . Запускается Clockwork Mode Recovery. Здесь выбираем install zip from sd-card, затем apply sd-card update.zip, подтверждаем все и дожидаемся окончания процесса. После его окончания меню появится вновь, где выбираем Reboot System Now. После перезагрузки начнется процесс апдейта операционной системы. По его окончании на вашем устройстве будет уже обновленная версия Android. В результате обновления Clockwork Mode Recovery было стерто, о чем говорит картинка со сломанным роботом при попытке загрузки в recovery режим. Теперь попытаемся вернуть рут с помощью той самой OTA Root Keeper. Я как не старался, но сделать у меня это не получилось. Возможно потому что вместо SuperUser я пользовался SuperSU, потому что кроме него ничего поставить было нельзя, о чем я рассказывал в одном из предыдущих видео. К счастью, не так давно утилита MotoChopper научилась рутовать не только мотороллеры, но и целую кучу устройств других производителей, того же Gnusa и Anusa. Попробуем ей воспользоваться. Качаем архив и распаковываем в папку. Дальше включаем на устройстве режим USB долбаггинг, а при подсоединении устанавливаем ADB драйвер. Как это сделать я уже однажды подробно рассказывал и показывал, повторяться не буду. Подключив устройство запускаем RunBat если вы под виндой, или RunSH если под линухами. Исследуем инструкциям на экране, которые сводятся к тому что нужно нажать пару раз с любую клавишу. Если все прошло нормально, то устройство перезагрузится и у вас появится рут доступ. Никаких больше SuperSU. Ставим SuperUser. Ну и попробуем снова что-то там сохранить с помощью OTA RootKeeper, хрен с ним пусть будет. Теперь мы можем спокойно устанавливать рекавери под систему. Клорк вот мод больше ставить не будем. Попробуем установить TVRP, причем сделаем это как белые люди, через аппликейшн. Аппликейшн называется GU Manager, который надо поставить из маркета. Заходим в GU Manager, и через меню выбираем Install Open Recovery Script. Дальше нужно будет несколько раз подтвердить что найденный файл именно для вашего устройства, дождаться пока он скачается и установится. Во время установки устройство перезагрузится, после чего установка продолжится. По окончании вы вернетесь в Android. Еще раз запускаем GU Manager, и выбираем там Reboot Recovery. Поздравляю, вы в TVRP. Функций здесь не меньше чем в Clockwork Mode, а выглядит все куда симпатичнее. Но вообще все это порядком заебало. Сначала берешь бренды задорого, а потом еще и ебешься с их разлочкой, если она вообще возможна. После чего еще уйму времени тратишь на выковыривание из девайса всякого говна, которое от чего-то называется фирменными приложениями и дико тормозит работу, не говоря уж о глюках. Причем именитые производители типа Samsung такое ощущение, что стараются понапихать как можно больше всякой софтовой поебени, половина из которой абсолютно не юзабельна, а вычистить ее не так-то просто. Так что скорее всего следующий девайс у меня будет из более дружественных, например китайских. Качество у них сопоставимо и не столько потому что Китай подтянулся, сколько потому что именитые бренды уже который год штампуют откровенный брак. Так что при сравнимом качестве китайцы еще и дешевле, потому что их разработчики не тратят ресурсы на защиту от собственных покупателей, поэтому ставят чистую систему без отсебятины и прочего говна.